Молодая замужняя девка развлекается с десантником. Неожиданно приходит муж. Десантник успевает спрятаться на балконе. Проходит несколько часов. Наконец, набравшись смелости, десантник открывает дверь. Прошу прощения. Идут стратегические войсковые учения. Я выпрыгнул из самолета, и меня ветром занесло на ваш балкон. Хозяйка начинает дело навозмущаться, но муж ее успокаивает. Это еще ничего. Вчера у Сидорова в туалете геологи нефть искали. Пришел мужик на работу с исцарапанной рожей. Сослуживцы спрашивают, почему. Он рассказывает. Шел я по улице. Увидел в луже лягушку. Положил ее в карван. Вы мне верите, мужики? Верим. Принес домой. Накормил, напоил. Вы мне верите, мужики? Верим. Потом я ее поцеловал. И она возьми и превратись в Василицу прекрасную. Вы мне верите, мужики? Верим. А вот жена не поверила. Густой дремучий лес. Узкая дорога. Едет на своей кляче Д'Артаньян. Навстречу ему Илья Муровец на коне. Д'Артаньян. Мсье, я подданный великой Франции. Вы обязаны меня пропустить. Илья Муровец. Уйди, дурак. Д'Артаньян. Господин, я великий мушкетер. Вы обязаны уступить мне дорогу. Илья Муровец. Уйди, дурак. Я тороплюсь. Д'Артаньян. Мсье, если вы не уступите мне дорогу, я буду вынужден вызвать вас на дуэль. Убить вас. Они уходят за кусты. Через пять минут выходит из-за кустов Илья Муровец. Вытирает меч и говорит. Хулиганье. Чуть глаза проволокой не выколол. В любви, как в мотоцикле. Третий либо лишний, либо в коляске. Илья Муровец. Продолжение следует...